Мы не видели никогда разложившуюся бутылку. Видели сломанную, видели порванную там, но разложение мы не видели. Вот вы, как человек, дома ваше обращение с отходами — это, я надеюсь, два пакета под раковиной, то есть мусорное ведро и пакет для сухих отходов. Вы это все там собираете, значит, выносите на контейнерную площадку — все, ваше обращение с отходами закончилось. А на самом деле за вашей контейнерной площадкой находится целый мир, в котором работаю я. На въезде, когда мусоровоз заходит на территорию объекта, камера распознает его номер, шланг-баум открывается, и машина спускается вниз. В здание заезжает мусор, а выезжает уже готовое сырье, готовый продукт на переработку. И сухие отходы, и смешанные отходы, все эти контейнеры едут на переработку. Они приезжают на сортировочную станцию либо на комплекс по переработке отходов в два разных места складывается, и в разные периоды времени либо на разных лентах это уже сортируется. Мы сейчас в Москве, в Московской области сортируем 100%. Ну, то есть тот скептик, который говорит, что я не буду этим заниматься, он даже может получить дополнительное удовлетворение, потому что его отходы все равно будут извлечены и переработаны. Региональный оператор здорового человека может, забрав из контейнерной площадки что-то полезное, заплатить за то, чтобы закопать это на полигоне, или отсортировать и продать таким заводам, как мы, сырье, которым мы нуждаемся. Я работаю на заводе, у которого длинное труднопроизносимое название «Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод». Мы, например, делаем яичную упаковку. Она делается из макулатуры, которая приезжает нам с ближайших производств. Самая простая инструкция по сортировке – это вещь, ну, ты берешь вещь, которую ты собираешься выбросить, и как бы оцениваешь свои ощущения. Если она противная, течет, воняет, там, пачкается, и вообще какая-то непонятная ее в смешанные отходы. А если она имеет форму, похожую на предмет, и при определенной фантазии ее можно вторично использовать, скорее всего, это в торсырье, ополаскиваешь и бросаешь в синий бак, все. А у нас есть из реквизита ведро для того, что можно переработать, доброе, белое и злое, плохое ведро того, что нельзя переработать. Значит, первый лот – это журнал, без сомнений, на переработку. Ну, первый, конечно же, классика. Вот у нас подбутылка, с ней все хорошо. Малыш-пульпер-картон, который великолепно перерабатывается многократно, его точно сдаем на переработку. Будет переработан, и крышка будет переработана. Кстати, когда сдаешь цитропак, они просят оставлять крышки наверху, либо, опять же, сдать их доброй крышечке. Другие варианты делают крышку неперерабатываемой. Дойпак. Любой дойпак не перерабатывается сейчас, потому что их слишком много, они не урегулированы. У нас идеальное вторсырье в виде алюминиевой банки, с ней все хорошо будет переработанным. О, зло нашей жизни! Это полистироловая подложка. Я положу ее в перерабатываемую, потому что мы ее отберем, но она очень плохо перерабатывается, месяцами стоит, ждет своего переработчика. Короче, это прям зло. Бумажный стаканчик. К сожалению, с ним проблемы, потому что у него есть слой полиэтилена внутри. Переработать его можно, например, у нас, но для того, чтобы он переработался, его надо донести до экоцентра, где их принимают, и только тогда они попадут на переработку. В Москве существует несколько экологических инициатив, экологических пунктов приема, таких как собиратор и экосборка. Они могут собирать те компоненты, которые нельзя вынуть на промышленной сортировке или не имеет смысла. Ну, например, собиратор собирает зонтики. Ну, зонтики встречаются, конечно же, в потоке отходов, но собрать из них ту партию, которую у нас примут на переработку, практически невозможно. Эта фракция не самая многочисленная, то есть партия набирается очень долго. Мы в этом плане взаимодополняемые. Идеально перерабатывать идеальное сырье, которое никогда ничем не было перепачкано. И это равно и с бумагой, и с пластиковой бутылки, да? И то, и то переработать, если это чистое, несоизмеримо легче. Лучше, если вы ошибетесь и положите неперерабатываемый предмет во вторичные отходы, чем если вы туда положите органические отходы. Органика испортится вторичное сырье. Представьте, что в это вторсырье вы положите лист бумаги. Вот если лист бумаги испортится от этого, значит, это сырье недомыто. Когда органика смешивается с другими отходами, сырье начинает гнить, и его уже невозможно переработать. Поэтому важно разделять отходы. Бутылку с остатками, например, йогурта или сока лучше сполоснуть перед тем, как выбрасывать в синий бак. Баки для вторсырья, как правило, именно такого цвета. Или хотя бы плотно закрутить крышку бутылки, чтобы не испортилось остальное сырье. Это мусор, который привезли сюда сегодня. И сегодня же он будет полностью обработан, отсортирован, отправлен на компостирование. То есть вот к вечеру, точнее даже к утру, здесь будет пусто, пока не пойдет к первому сыровозу уже завтрашнего дня. Первым делом погрузчики берут порцию отходов и отправляют их в разрыватель пакетов. Вот специальная машина, которая такими волками разрывает его и выкладывает отход ровным слоем на ленту, чтобы было удобно его сортировать. Предварительная сортировка вручную проходит. Здесь убирают то, что может повредить работу автоматических этапов в дальнейшем. Это обычно крупные ветки, какие-то огромные куски пленки, камни. Недавно выбросили коллекцию знамен Советского Союза. Все 15. У нас есть коллекция медной посуды из Индии, есть каски времен Великой Отечественной войны, пейджеры. Очень много людей выбрасывают иконы. Конспект по операции Медицинского института имени Сеченова, там, 56-го года рождения, нормально, лежит в хорошем состоянии. Ну, это утюги, башмаки. Однажды ближайшее МВД привезло нам пистолет вместе с архивом на уничтожение. Следующий этап – это у нас каскад барабанных грохотов. Большая стиральная машина. Барабанный грохот отсеивает органику из потока отходов. Вот у меня под ногами отсеивается сырье, которое уходит на сортировку. Внутри есть отверстия, максимальный размер, который в 70 метров. Все, что меньше этого размера, проходит вниз и уходит по отдельному конвейеру на компостирование. Например, добрые крышечки построены именно на этом. Вы либо сдаете добрую крышечку, завернув ее плотно на бутылке, либо отдельно в специальных канистрах, и тогда деньги идут на благотворительность. Если сюда попадет мелкий предмет, он уйдет в посепу, потом в плотное захоронение. Это очень важно в будущем. И вот у нас органика уезжает уже на компостирование, а весь поток отходов идет дальше. Там у нас несколько автоматических этапов. Сначала поток отходов проходит под магнитами. Всего их здесь 6. Это сильные магниты, которые вынимают даже самые маленькие металлические компоненты. Дальше их этап – это вихретоковый сепаратор, который отбирает немагнитные металлы. Это жесть, алюминий и так далее. Затем оставшиеся отходы по ленте распределяются, и оптические сепараторы определяют пластик, при помощи сжатого воздуха отстреливают их из потока. Затем эти полимеры поступают на этап ручной десортировки. То есть мы получили выбранную фракцию, но все подбутылки. А как вы видели, мы их разделяем по цветам, по молочке, по химии и так далее. Здесь у нас масляная бутылка. И когда вы… Очень многие пользователи спрашивают, что с ней делать, потому что она очень сильно загрязнена. Ничего не надо делать с масляной бутылкой. Нужно очень плотно закрыть, чтобы остатки масла не вытекли и не испачкали другое вторичное сырье. И ее отмоют. Для этого есть своя технологическая схема у каждого переработчика. То, что можно переработать, уходит на прессование. Из них получаются кубики, вот эти вот кипы, так называемые. Это собранная партия PET-бутылки в ПВХ-челке. Не перестану никогда говорить, что это очень вредная. Упаковка должна быть запрещена, потому что она бессмысленная. Но она будет переработана где-то на переработке. Будут стоять люди специальные, которые ножом будут вскрывать ее, снимать эту пленку сверху. Ужасно, на самом деле. Какие-то лишние движения ради того, чтобы якобы человеку больше понравилась эта упаковка. Ну, глупо. К сожалению, не все виды пластика можно переработать. Чтобы понять, в какое ведро выбросить упаковку, можно посмотреть на маркировку. Вот такую цифру в треугольнике. Под номером 1 чаще всего идут PET-бутылки из-под воды, газировки, растительного масла и одноразовые контейнеры для сладостей. Это можно выбросить в синий бак для вторсырья. PET-бутылки при переработке режут на кусочки, потом плавят и дробят на гранулы. Дальше из них делают новые бутылки и другие предметы, в том числе строительные материалы. Номер 2 можно увидеть на емкостях для шампуней, косметики и бытовой химии. Этот вид пластика тоже можно выбрасывать во вторсырье. А вот материалы с цифрой 3 почти не перерабатываются. Часто это, например, нижняя часть упаковки от торта и термоусадочная пленка, в которую обернуты бутылки с йогуртами. Что-то из этой категории все же можно сдать в экоцентры. Например, блистеры от таблеток. Под номером 4 идут пакеты майки, пупырчатая и стретч-пленка. Их можно бросить в синий бак или отнести в экоцентр. Номер 5 можно увидеть на упаковке от сметаны, от круп, контейнерах для еды, в том числе многоразовых, крышечках от бутылок и тюбиков. Это можно бросать во вторсырье, но, как вы помните, крышечки лучше закрутить на бутылке, либо сдать отдельно в пункт приема. Номер 6 это пенопласт, вспененные подложки для яиц и овощей, крышки от кофейных стаканчиков. Его сложно перерабатывать, но некоторые компании это делают. Номер 6 можно сдать в экоцентр или бросить в синий бак. И, наконец, номер 7 это различные смеси пластиков. К ним относят тюбики, вот такой тип упаковки, который называется «дойпак», а также упаковку от кормов для животных и другие пакеты с зип-застежкой. Их бессмысленно выбрасывать в синий бак, но можно отнести в экоцентр. Чистые тюбики от кремов и зубных паст, вне зависимости от маркировки, лучше отнести именно туда, иначе до переработки они вряд ли доберутся. В некоторых аптеках тоже есть специальные контейнеры для тюбиков. Также очень важно сдавать специальные пункты приема батарейки, лампочки и электронику. У нас есть такая специальная пирамида обращения с отходами. Она бывает там из пяти ступенек. Я люблю три. Самые простые. Reduce, reuse, recycle. Reduce — отказались от того, что нам не нужно. Если вы приходите в кафе и хотите купить булочку, которую съедите прямо сейчас, вы говорите, можно мне булку в руку? И вам говорят, может, салфетку? Так что, может, салфетку. Берете салфетку, берете булочку, съедаете ее. Не произвели. Пакет, пакет в пакет. Reuse использовали повторно. Это касается одежды, это касается контейнеров для еды и там крайне много чего на самом деле. Там тоже бутылки для воды. Если она закончилась, есть много станций рефилов в Москве. Ты приходишь и говоришь, можно воды? Они тебе из фильтра наливают воды, и ты эту бутылку еще одну не купил. Это reuse. И уже третья стадия — это recycle. Когда мы то, что мы уже почему-то не смогли получить, мы должны переработать. Здесь у нас находится стекло. Стекло делится на три вида по цветам — коричневое, зеленое и прозрачное. И вот когда его уже так разделили, насыпают в эту часть, за ней приходит машина и отправляется на переработку. У нас в большинстве своем из стекла делают строительные материалы, а новое стекло не делают. И это тоже, кстати, связано с маркетингом, потому что маркетологам компании, которые производят напитки в стеклянной упаковке, не нравится, что вторичное стекло недостаточно прозрачное. Это у нас heavy metal — жесть и алюминий. То есть здесь один кубик весит почти полтонны, а это больше полутонны — это 528 килограмм. Цитропак. У нас в месяц образуется до 300 тонн, это очень много. И Цитропак — самая молодая перерабатываемая фракция, на моей памяти, которая вышла вот на такие большие объемы. Потому что пять лет назад Цитропак перерабатывался в каких-то крафтовых условиях, то есть это какие-то гаражные мастерские, какие-то стартапы. На 70% упаковка состоит из целлюлозы, ее снимают и отправляют на ЦБК, на бумажные заводы, для того чтобы они ее дальше перерабатывали. А вот этот слой, который позволяет сохранять продукт, он состоит из пластика и из алюминия. И разделить его пока технологии не дают. Вот этот объем, он гораздо меньше, чем объем всей упаковки, буквально 30%, еще меньше бывает. Он идет либо вот таким крафтовым переработчиком на красивую сувенирку и на объемы, на предметы домашнего обихода, либо используется в дорожном строительстве. Что касается гофрокартона, то это самое простое, его обязательно в переработку, очень востребованное сырье, отдирать вот это вот, какие-то наклейки не нужно. Когда мы положим это в гидроразбиватель, это прибор, который очень похож на блендер, он просто размешивает волокно, картонка разберется на отдельные волокна, а этикетка и скотч останутся на дне сита, через которое мы эти волокна спустим. Пищевая фольга. В домашнем хозяйстве, если бы вы использовали фольгу, вы, скорее всего, использовали ее для приготовления еды. И это будет вот такой вот кусочек, вот так вот нам никто его не сдает, в котором есть много жира и он в таком вот состоянии, поэтому нет, к сожалению. Бумажные книжки. Книжку мы не кладем ни в одно, ни в другое ведро, а придумываем, как ее пустить на следующий цикл жизни. Кстати, почитайте, Оскар Уэллд отличные книжки пишет. Вот он, самая фольгированная упаковка чипсовая. Она не будет переработана, очень жаль. Если вы можете где-то взять что-то в свою упаковку, там, в свой шоппер или в что-то, с чем вы пришли, всегда отказывайтесь от лишней упаковки. Но, например, черри крайне сложно купить в городе Москва без упаковки, потому что на рынке их нет, а внутри торговой сети они продаются в упаковке. В этом смысле лучше, чтобы она была из на 100% переработанной бумаги, чем из пластика. За спиной у нас склад макулатуры. Здесь каждая кипа весит примерно 160-200 килограмм. Скорее всего, здесь порядка 400 тонн макулатуры. Это гидроразбиватель. Это конструкция, к которой под действием воды. Отдельные элементы бумажки разбираются на совсем мелкие волокна. Я вам их покажу попозже. За моей спиной сейчас формуется лоток из очень-очень жидкой массы, в которой совсем 1% волокна остальная вода. Пропускывая сквозь специальные сетки, мы формуем лоточек. Здесь он, как круассан или как папье-маше, набирается из слоев. Вот это один из самых классических продуктов, которые мы здесь производим. Лоток для овощей. Я его взял только-только сформованным, и он такой вот легко рвущийся. И буквально через 10 минут после того, как мы взяли его в сушилку, он становится уже полноценным крепким изделием. Здесь мы выпариваем воду, так она исчезает. Это единственный способ, как мы теряем воду. Вот этот продукт – это судно для лежачих больных. Подкладное судно. Оно используется в госпиталях, в больницах, когда пациент не может сам попасть в туалет, и в простонародье мы называем это уткой. Бумага все стерпит вот настолько даже. Надо понимать, что, конечно, под пациентом мягкий матрас, да, и он не стоит в позе треугольничка, но и такие нагрузки бумага выдерживает. А если у нее есть на то задача, более того, конечно, оно еще и специальной пропиткой пропитывается, чтобы агрессивная жидкость не размокала в процессе использования. Это у нас полипропиленовый контейнер. Как я угадал, что он полипропиленовый, я посмотрел в маркировку. Значит, выяснить невозможно. У нас его отберут на переработку, но это не значит, что это хорошее решение. Просто сейчас пока для этого есть возможность. С чеками. К сожалению, плохая история. Они не бумага. Это терминальная стадия волокна, извините, в смысле нельзя переработать. И токсичный бисфенол, который, к сожалению, никто не захочет у себя на заводе мочить и оставлять внутри заводов. Чеки с вашего позволения я тоже не положу ни в одно из ведер, потому что, пожалуйста, сделайте так, чтобы они не происходили. Батарейки и лампочки. Батарейки нужно собирать отдельным потоком, как опасный отход. Лампы тоже самое. Надо сдавать их отдельным потоком в свою управляющую компанию. Переработать можно все, что угодно. Вопрос денег и технологий. И с технологиями в целом справляются. То есть для каких-то устоявшихся фракций, типа подбутылки, алюминиевые банки и так далее, есть устоявшиеся технологии, дикий спрос просто. Это как раз те самые фракции, которые отбирают со щелчка просто, в течение часа вывозят. Для того, чтобы переработать, это должна быть однородная партия. Например, 20 тонн одного и того же предмета. Одной и той же пластиковой бутылки очень легко. Алюминиевые банки легко, тетрапака нормально, ну, как бы тоже собирается вполне. Да и пака нет. Его не соберешь. С 1 января в России начинает работать новая система расширенной ответственности производителя, по которой производители будут оплачивать утилизацию своей упаковки. То есть чем хуже она перерабатывается, тем она будет дороже для производителя. Тут салфетка. У нее, к сожалению, нет шансов попасть на переработку. Блистеры. Блистеры – это еще одна причина, по которой должны существовать собираторы экосборки. Мы не можем это вычленить из потока, а собираторы могут. Упаковку от лекарств картонную без сомнения сдаем на переработку. Если внутри таблетки, то смотрим на ближайший экоцентр. Если мы готовы немножко заморочиться, выкидывать, например, антибиотики. Крайне губительно с таблетками. Посмотрите, если вы готовы уже этим заморочиться. На самом деле все не так сложно. Зубная щетка будет переработана только если вы сдадите ее в экоцентр. Стрейч-пленка перерабатывается. Если даже производитель будет выпускать на рынок только перерабатываемую продукцию, но никто не будет ее разделять, у нас будет больше ресурсов входить на переработку. Это дополнительная грязь при отмывании. Это запах. Это... Ну, короче, это плохо. Ну, надо постараться. Это не требует, я не знаю, ста часов в неделю. Из от силы один час в месяц сортировка. Мы много исследовали установки людей, которые мешают им разделять отходы. И выяснилось, что на первом месяце стоит такая городская легенда о том, что ты вот разделяешь, там лоешь, а потом, как положено, сказка тебя обманут. Придет одна машина страшная, загрузит в себя все контейнеры и увезет все это на полигон, куда-то в страшную, значит, тьму, на страшную свалку. Это не так, потому что, первое, это не инициатива отдельных рекоператоров собирать двумя потоками. Это закон города Москвы, закон Московской области и закон России, в принципе. Он управляет просто на региональном уровне. Соответственно, мусоровоз тоже не едет, куда он хочет. У него есть маршрут, и этот маршрут закреплен в электронной системе. Все вывозы мусора у нас цифровые. Мы еще в 19-м году, а может даже в 18-м, объявили акцию «Поймай мусоровоз», по которой, если вы увидели, как машина Ecoline загружает в себя все контейнеры, делает фиксацию, желательно видеофиксацию, и отправляется нам. Мы, соответственно, проверяем по своим цифровым системам. Мы видим, кто что загрузил и куда-то поехал. Соответственно, если факт подтверждается, человек получает премию 5000 рублей. Ну, а внутри начинаются жесткие санкции. Втулки. С втулками есть много мнений. Я втулку точно положу в картон, потому что у себя на заводе мы бы ее переработали. Стекло. Хорошая вещь. Провода. Провода будут переработаны. Внутри же металл. Снаружи пластик. Это все перерабатывается. Это однородный компонент, которого много собирается. Но это честная полистироловая крышка. Полистирол опасен в том числе тем, что у него очень низкая температура, при которой начинает выделяться гастерол. Поэтому через крышечку пить как бы не надо. Крышечка – это чтобы донести, это транспортная упаковка. Крышка не перерабатывается. Это полипропиленовая пленка, по-моему, если не ошибаюсь. Да, полипропиленовая пленка. Крышка будет переработана в составе. В миксовом можно сдавать. И у нас остался бумажный пакет с бумажной наклейкой. Конечно, он переработает. Это фракция, которая называется крафт-пакетой. Пакет-майчик. Будем считать, что он будет переработан. Мы его отберем в любом случае. Может, пойдет на переработку, может, на РДФ, а может, просто постоит в ожидании. Но использование надо минимизировать. Ежедневно на КПО НЕВА поступает примерно 160 тонн полиэтиленовых пакетов. У нас обеспечено примерно 30% переработки пакетов, а остальное совершенно некуда деть. На сегодняшний день единственной технологией настоящей утилизации вот таких неперерабатываемых пластиков композитных является производство альтернативного топлива из отходов, так называемого РДФ-топлива. В этом случае, вот мы конкретно на КПО НЕВА научились делать под заказчика это топливо. Заказчик обычно – это цементные заводы. Это очень старая история для цементных заводов. Это никакая не инновация. Они довольно часто используют РДФ-топливо в своей работе. Что делают с отходами, которые не смогли переработать? Это называется хвосты на сленге. Хвосты укладываются на карты. Это называется размещение на карте отходов либо захоронение отходов. Карта – это инженерное сооружение, то есть это не просто земля. Изначально она содержит три слоя изолирующих материалов – бентонитовый мат и мембрана, там специальные уклоны, потому что любая вода, которая попадает на полигон, сверху проходит через отходы, считается уже подлежащей очистке. Ну, то есть она могла испачкаться, там могли попасть какие-то органические отходы и так далее. Поэтому они все уходят на очистные. Для этого там есть специальные трубы и так далее. В первую очередь на захоронение идут предметы гигиены, так называемые – памперсы и так далее. Очень много выбрасывается текстиля, к сожалению, обуви, которые тоже не могут быть переработаны. Текстиль не может быть переработан, потому что он пропитался насквозь уже теми фракциями, которые были вместе с теми мусоровозами, а обувь, в принципе, у нас не перерабатывается. Ее частички какие-то – да, но в целом – нет. Мы находимся в центре сортировки вещей фонда «Второе дыхание». И, в принципе, все мы видели уже сортировку бутылочек, крышечек и так далее, но мало кто задумывается, что вещи – это такая же категория отходов, которая при неправильном сборе может просто навредить планете. Поэтому эту проблему решает наш фонд. Мы собираем вещи в специальные контейнеры, сортируем их вручную и отправляем либо на благотворительность, переработку или в секонд-хендер. Есть среди, допустим, вещей новая абсолютно, которая новая вещь запакована, она, скорее всего, отправится на благотворительность. Вот, например, рубашка – она вся желтая, потерявшая вид, выцветшая. Ее дадут на ветошь. Это хлопковая ткань. Ее расчесывают до состояния вот такой ваты. Дальше эту вату ткут. Получается вот такое полотно. Это один из примеров. На самом деле очень много разных видов. Вот могли встретить – полы моют такими тряпками. Но мы из другого вида такого полотна делаем чехлы для ноутбуков. Это вполне пригодный материал для повторного использования. Его используют, допустим, для набивки матрасов, для набивки мебели. Прямо в таком состоянии. Используют как шумоизоляцию, кстати, тоже. Правила сдачи у нас простые. Вещи должны быть чистыми. Их надо постирать перед тем, как сдать. Хорошо высушить, положить в пакет и опустить в контейнер. Все. За исключением вещей, которые мы не принимаем. Здесь много «но», но их легко запомнить. Всего у нас около 600 контейнеров, более 600 даже. И они находятся в 65 регионах страны. У нас есть на сайте удобная карта, куда человек забивает свой город, улицу, ему выдает список контейнеров, которые находятся рядом с ним. Мы сейчас находимся в центре переработки нашего фонда. Здесь происходит вся магия. Всего мы, кстати, уже переработали больше 1600 тонн текстиля. И все это происходит вот здесь. Здесь загружается текстиль синтетический в дробилку. Измельчается специальными ножами. И полученная вот эта вата, как в мясорубке, прогоняется в этот отсек. Здесь уже два диска металлических. Прессуют их и скатывают. Они нагреваются и получаются вот такие вот макаронины длинные. Они дальше отправляются в еще одну дробилку и доходят вот до такого состояния. Это уже состояние, которое можно будет переплавить в вешалку, ручку или другое изделие. Целлофановый или бумажный пакет? Окей, если из двух выбирается, то я все равно выберу третий. Это многоразовая сумка, правда. Я много лет назад пообещал больше не брать на кассе никогда пластиковые пакеты. И, честно, много лет легко справляюсь с этой задачей. Стеклянная или пластиковая бутылка? Я выберу из пластика, потому что из стекла потяжелее исключительно. Не потому что там что-то перерабатывается, а что-то не перерабатывается. Подарочный пакет или коробка? Давайте это будет подарочный пакет, потому что у вас больше шансов использовать его еще раз. Трубочка или крышка от кофейного стакана? Это одинаково плохо, здесь нет правильного ответа какого-то. Ну, давайте с крышкой. Трубочка вообще как-то тупо. Бумажная или электронная книга? Для меня бумажная книга. Купил на Авито, продал на Авито, отдал кому-нибудь еще. Сильно проще, чем с электронными. Носовой платок или салфетки? Правильно выбирать носовой платок, но у меня нет носового платка. Я выбираю салфетки. Нет, это не безгрешно. Что такое микропластик? Микропластик существует. Это часть нашей жизни. Реальных исследований, которые бы говорили, что микропластик наносит существенный вред здоровью человека, мы не видели. Микропластик – это кусочки пластика меньше 5 мм. Он отшелушивается от автомобильных шин, образуется при разложении мусора и стирке одежды, главным образом синтетики. Считается, что примерно 35% всего микропластика в океане – это частички синтетической одежды. Мы консультировались с известным авторитетным фондом «Без рек, как без рук», потому что, когда мы прочитали о том, что человек в день уже съедает кредитную карту, стало неуютно. Там рыба, значит, содержит микропластик, птица содержит микропластик и так далее, так далее. Но то, что мы его съедаем и понимаем, а то, что он как бы из организма и выводится также, ну, то есть он там не зависает у нас сильно в глубине. Думаю, стоит делать новые системы, новые технологии водоочистки, которые будут решать… Они не решат до конца проблему микропластика, но будут ее хотя бы частично решать. В составе отходов по учебнику содержится 30%, а по факту порядка 40% органических отходов. Это и недоеденные пищевые отходы, и какие-то там, значит, остатки урожаев, ветки и так далее. То есть вот как раз органические отходы, которые в этих условиях начинают разлагаться. Но из-за того, что они находятся в плотной достаточно среде, делают они это медленно и с наслаждением, так сказать. И вот это вот все в случае несанкционированной свалки, например, попадает в воду. В грунтовую воду, в реки, которые рядом проходят, в почвы. А органика при своем разложении образует газ. Это очень сильно пахнет, это может быть залповый выброс газа, который может повредить людям слабого здоровья. Современные объекты обработки отходов, в частности в Московской области, в обязательном порядке оборудованы цехами для компостирования. Вот эти вот тоннели открываются, туда загружается органика, тоннель закрывается, и человек за компьютером управляет тем, что там внутри находится. Пол в этих камерах оборудован такими большими трубками, через которые подается влажность, повышается либо понижается температура, подается воздух для того, чтобы органика проходила ускоренное компостирование. И за три недели мы получаем технический грунт из того, что, если бы этого не произошло, могло стать миной замедленного действия. В результате компостирования получается продукт, технический грунт. Поскольку мы его отсортировали из общего потока отходов, и в нем были различные мелкие взвеси, какие-то окурки и так далее, это не садовый грунт. Он хорош при рекультивации нарушенных земель, при рекультивации старых свалок. При строительстве дорог и так далее. Но каждый год на каждом нашем объекте проходит новый эксперимент по садоводчеству. Мы высаживаем на техническом грунте различные растения. Кстати, анализы показали, что в плодах растений, которые выращены на техногрунте на КПО «Восток», меньше солей тяжелых металлов, чем в тех, кто выращивается на садовом грунте. Это связано с тем, что технический грунт, по сути, прошел процедуру обеззараживания. Что нам делать прямо сейчас? После того, как вы посмотрели по сторонам, убедились в том, что инфраструктура правда есть, просто поставьте себе два ведра, и когда вы чистую какую-то бутылку из-под воды кладете легко в этот бак, который для вторичного, для переработки. Например, когда я в пластиковой бутылке покупаю молоко, я ее споласкиваю перед тем, как выкинуть. Не мою в посудомойке вот это, ух, я должен тут, а споласкиваю. Это те усилия, которые нужно приложить. Картон, пожалуйста, не споласкивайте, ему это не поможет. Здесь же в чем фишка. У нас в природе зашит такой очень серьезный и вредный максимализм. Ну, то есть, если уж я худею, так это я ем только траву. Если я спортом занимаюсь, так я сразу 60 км на велосипеде. А здесь хороша же теория малых шагов, когда ты постепенно комфортно для себя, с удовольствием делаешь просто что-то новое и полезное. Когда ты просто один раз в кафе настойчиво попросил кофе в чашку. Достаточно просто пары маленьких усилий. И так постепенно это войдет в привычку, потом следующее, следующее, и все наладится.